приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сада гороцветы сегодня ответ на вопросы почему не цветут хризантемы есть уже несколько таких вопросов рассказывает наши коллеги о том что высаживают черенкуют но хризантемы не цветут давайте рассмотрим эти вопросы потому что я это уже тоже проходила и могу поделиться своими наблюдениями эти хризантемы я посадила весной в апреле месяце благоприятные дни и вот они как прекрасно на солнечном месте здесь тепло и вот эта холодная весна и в любом случае даже при холодной весне хризантемы развиваются нормально это деленки у меня и здесь же и черенков и здесь маточные кусты и все они растут и развиваются и зацветут потому что я вижу уже зачатки вот этих бутончиков а вот это старые старые сорта хризантем я их посадила здесь под забором с южной стороны высокий забор тень хотя здесь и был поливе изредка но вот здесь в тени они почти нет зацветают вот такие они слабенькие вот и естественно здесь и заболеванием подвергаются больше всего и вредители тоже в этой тени используют их для того чтобы развести здесь здесь удобно в тенечке поэтому первая причина почему не зацветают хризантемы мало солнца тень в саду бывают тоже места где под деревьями особенно под орехами другими такими мощными деревьями хризантемы не вот еще один у меня куст и так как я все время провожу различные испытания разные условия создаю своим растениям этому кусту уже два года и в прошлом году я уже впервые увидела вот проявление заболеваний и обрабатывала его но здесь низина и вот сильные ливни были и в низине забиралась вода и получилось что здесь начались вот вот проблемы это за поливание переуложнение это серьезная проблема для хризантем поэтому высаживать в низинах где застой воды нельзя ну естественно нужно поливать благоприятные дни в неблагоприятные дни это дни воздуха дни особенно в дни водолея поливать нельзя дней воздуха еще и дни близнецов и весов кстати у нас все время и на каждый месяц есть календари в папка на каждый месяц называется лунный календарь на такой-то месяц такого-то года и всегда эти календари помогают нашим постоянным зрителям и читателям в соцсетях выращивать именно здоровые растения и поливать вовремя потому что полив в дни воздуха приводит к тому что корни гниют и естественно почвенные корневые гнили уничтожают также хризантемы это еще один важный такой момент когда у нас в низинах посажены хризантемы начинают болеть кстати еще здесь же вариант такой когда больное растение сюда же и слетаются все вредители тоже такая же вот еще одна причина может не зацвести или зацветет и будет один маленький цветочек хотя это у нас хризантема вот рядышком собратья сородичи это у нас мультифлора и вот в данном случае кустик пересажен очень поздно весной и вот такой результат сейчас очень много сортов различных хризантем и мы просто на базаре обычно покупаем выбираем а это чаще всего тепличные а тепличные они естественно раньше высаживаются и быстрее создаются условия для того чтобы они зацветали поэтому поздний сорт не всегда успевают зацвести особенно в северных регионах поэтому выбираем ранние сорта они как раз реагируют на то что сокращается световой день вот август сентябрь и они начинают зацветать но среди ранних ранний средний сорта у нас на юге очень хорошо зацветают корейские хризантемы и даже в поздние сроки они выдержаннее чем другие сорта следующий важный момент это бедная почва и недостаток азота поэтому если бедная почва глинистая то хризантемы тоже мучаются и плохо цветут или растут даже плохо и без подкормок вот подкормки особая тоже задача и особенная подкормки нужно проводить когда не цветут хризантемы и хорошая погода имея ввиду ниже 25 градусов можно проводить и под корень и по листьям если же уже хризантемы зацвели тогда нужно проводить только подкормочки под корень ну естественно нужны композиции удобрений нитромофоска уникальная вещь вначале мы обычную нитромофоску она доступна где одинаковое количество азота фосфора и калия ну а затем выбираем удобрения которых большее количество калия калий нужен для того чтобы цветы более ярко цвели ну и снова же напоминаю что по подкормкам у нас тоже календари публикуются на нашем канале это все есть используйте и ваше растение очень важный момент это густота посадки вот здесь у меня полметра смотрите они насколько мультифлора разрослись это два здесь кустика и если посадить их густо меньше 30 сантиметров то они тоже будут бороться за жизнь под солнцем и о цветении у них не будет времени думать поэтому нужно высаживать не менее 30 сантиметров а лучше 50 сантиметров сантиметров друг от друга должны быть еще одна очень важная причина что кре могут хризантемы просто расти но не цвести это посадка в знаке воздуха в дни водолея водолей это время не для посадки для того чтобы получать урожай или цветение красивое а для того чтобы проводить испытания с растениями обычно новые сорта или же просто уже сорта которые прошли испытания они не выдерживают водолея вот эти условия водолеевские луна водолея не время для посадки хризантем то ли это деленки то ли это черенки то ли это еще уже готовые кусты вот подытожу я подготовила вот такое еще и зрительно даже не все воспринимают меня просят всегда записывать и еще раз повторю то что я сегодня вам рассказала хризантемы не цветут потому что если высадить их в тени в под деревом где постоянно тень целый день полутень с хризантемы любят солнышко далее второе можно не получить цветение если проводишь деление куста или пересадку поздно весной у меня вот такие есть уже примеры испытания действительно они не зацветают а если появляется один цветочек то это несчастный такой цветочек третья причина поздний сорт сигналом к началу формирования бутонов является сокращение светового дня поэтому нужно изучать не не хватать и не покупать все сорта что красивые на рынке продается в горшках помните что что в горшках это чаще всего теплицы а там условия совсем другие открытый грунт для них может не подойти и цветение будет очень поздним следующая причина это бедная почва недостаток азота нет подкорма нужно еще обязательно подкормки проводить желательно под корень особенно мультифлора пятая причина переувлажнение посадка в низинах где застой воды ну и про полив я еще раз напоминаю у нас есть календари поливов подкормок обработок все это есть используйте уже накопленный опыт лучше всего поливать в дни листа следующая причина это болезни ну а болезни скорее всего вытекает вот из-за этого пункта переувлажнения именно они приводят вот этим различным грибковым иногда вирусным инфекционным заболеваниям сейчас их много поэтому нужно избегать вот переувлажнения должна быть умеренно влажная почва лучше иногда не долить чем перелить вредители вредители сейчас очень много белокрылка может также если не обрабатывать не защищать тоже и тля очень интенсивно развивается они могут просто-напросто угнетать растение и растение может не цвести следующий пункт это густота посадки если загущенная посадка то естественно растения могут не зацвести и 9 завершающий пункт я знаю что и больше но это основные причины посадка в знаках воздуха особенно опасно в дни водолея вот те причины которые не позволяют получить то что мы цветоводы любители огородники садоводы ждем с нетерпением осеннего цветения хризантем но можем не получить если вот вот эти причины не устраним ну что ж раиса горяченко александр волик подготовили это видео для вас прощаемся с вами до следующего видео всего вам самого доброго и до новых встреч в новых видео а вам всего самого доброго пусть ваши цветы радуют вас яркими цветами в любое время года пока пока